В летний и зимний период закономерно считать за электроэнергию в квитанциях большинства абонентов становится выше. Кондиционеры, сплит-системы и обогреватели значительно увеличивают энергозатраты. Но если за свой уют готов заплатить каждый, то расходы по подъезду вызывают споры среди жильцов. В некоторых домах показания приборов общедомового учета выше суммы по квартирных в несколько раз. Вопрос, по какому принципу начисляются суммы Кубани энергосбытом, рассмотрели на планерном совещании. По инициативе Анатолия Пахомова была создана специальная общественная комиссия, которая должна разобраться, откуда берутся лишние киловатты и что нужно для того, чтобы оптимизировать оплату за электроэнергию в местах общего пользования. В городе Сочи 100% все оборудованы общедомовыми приборами учета, которые имеют класс точности 1.0, то есть 1% от погрешности. Приборы учета, которые установлены у жителей на сегодня, зачастую просрочены, имеют нормируемый класс точности 2.0, то есть 2%. А если он давно не поверялся, то его погрешность может доходить до 30%. С этим как раз и столкнулась комиссия во время осмотра одного из домов по улице Воровского. И это лишь один из факторов. Вопрос о повышении энергоэффективности можно решить с управляющими компаниями или организациями, занимающимися эксплуатацией инженерных сетей, разобраться со вторым фактором под силу и самим жителям. Сбалансировать разницу между индивидуальным потреблением и потреблением по общедомовому прибору учета позволит единовременное снятие показаний. Советуем потребителям своим, чтобы выбирали на общих собраниях жильцов, выбирали представителей, представителей ответственных лиц по дому. И для того, чтобы этот представитель мог нам предоставлять единовременно, мог вернее делать единовременно контрольный съем показаний по дому, по всему, по индивидуальным счетчикам и предоставлять нам. Лучшего оставляют желать и электрические сети в домах, которые были построены не один десяток лет назад, и где не проводился капитальный ремонт. На общедомовые счета могут влиять и предприниматели, арендующие площади в домах. За один киловатт по закону они должны платить чуть больше пяти рублей. Большинство платят исправно, но встречаются и незаконные подключения. Идет либо двойной учет в доме, может быть, я не говорю про данный случай, это просто практика, либо идет просто не санкционируя потребление электроэнергии. Второй случай – это местные кулибины, ставят жучки, подкручивают отверткой, просто идет воровство электроэнергии за счет соседей. По итогам сегодняшней проверки комиссия пришла к выводу. Для решения проблемы электрические сети в домах необходимо заменить, так же, как и приборы учета. Кроме того, жители должны наладить платежную дисциплину и быть бдительными. Производить работу в счетовых могут только электрики, а не случайные люди. Проверка домов специалистами продолжится до сентября, после чего выводы будут представлены общественности.